Екатеринбург, Томск, Санкт-Петербург, Москва, Троицк, Нижний Новгород, Новосибирск, Саров. Более 150 талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых со всей страны в конце сентября соберутся в технопарке. С 27 по 29 сентября Национальный центр физики и математики проведет здесь 13-ю школу по лазерной физике и современным лазерным технологиям, одному из ключевых направлений работы НЦФМ и ядерного центра. Важная задача школы – привлечение молодых специалистов. Много примеров, когда прямо в течение, в рамках проведения школы ко мне обращались молодые ребята, которые потом приземлялись вести научную работу. Эта школа проводится в 13-й раз. К сожалению, два года мы не проводили школу из-за пандемии, но вот параллельно с этим здесь начал реализовываться проект создания Национального центра физики и математики и фактически эта школа приобрела новое звучание. Лекции будут читать академики, ученые из ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий страны. Помимо лазерной физики они затронуты смежной науке. Так участники школы смогут узнать больше о применении лазерных технологий в медицине, квантовых вычислениях и фотонной машине, использовании лазерных и оптических технологий в космическом приборостроении. Например, будет рассказана уникальная, вообще говоря, история, которая, так сказать, записана уже в особые достижениями мирового уровня. Это результаты исследований космоса с помощью рентгеновского телеспекта «Спектр РГ». По традиции участники школы посетят лазерную установку нового поколения в ядерном центре. Гости также смогут познакомиться с историей Сарова и его окрестностями. Такие школы планируют проводить по всем направлениям работы НСФМ, от физики частиц до искусственного интеллекта.